здравствуйте дорогие друзья приветствую я вас всех салам джанцы опять истерика опять истерика снова истерика нет не у меня упаси господи как всегда у наших соседей армия опять истерика вот этот даренко даренко есть знаете миша даренко за языком не следит вообще в карманы в карманах у него имеется ввиду одни нефтедоллары конечно же сбоку олевская пропаганда продажный подкупленный уже не следит за своим языком обижает наших соседей я наезжаю на мишу на даренко потому что сосед наши соседи чего бы там не было наши соседи нельзя обижать и тем более довести до истерики не вот поэтому пришлось сегодня вот например вот эту фотографию на эту фотографию написать такой название канал голос истины и его аристерички по-другому я не могу уже назвать наших соседей потому что по любому поводу они стерят что же произошло кстати кто хочет так нормально прослушать что произошло что говорил даренко связи с чем этот он говорил можете посмотреть вот на этом канале визор ас под названием олег олежка ну зачем ты так жестко название ролика нежное чувство пашиняна к парижскому мальчику из армянской глубинки полностью можете там прослушать если коротко короче даренко там рассказывал о выступление этого пашиняна в этом парламенте армении где он с любовью рассказывал об армянском мальчике который влюблен другому армян армянского мальчику и вынуждены были уехать из армении во франции потом еще интереснее интереснее то что этот мальчик принес кофе в постель пашиняну в гостинице пашиняна в париже в париже что-то меня на романтику потянуло париж гостинице кофе в постель влюбленный мальчик в глазах у него что-то он прочитал подозрительно ну даренко рассказал то что пашиняна сам вечно рассказывал и сказал об этом свое мнение армяне обиделись обиделись а даренко уже знает что делать у него же опыт есть я серьезно вам говорю что он делает вот что вот что он делает хотел бы за всем уважением ответит послу армении что никогда бы не позволил себе неуважительного отношения к армении армения и ее удивительно талантливый и трудолюбивый народ заслуживает высочайшего уважения все тема закрыта армяне все успокойтесь ну как прошлый раз он чага чага а потом вышел сказал вы хорошие древние талант талантливые этот совет кстати я ему давал кто помнит у меня ролик об этом что сделай джага джага сначала потом похвали все пройдет точно так же вот в этом случае даренко после того что он сказал после того что довел до истерики сказал пару слов все армяне довольны он же извинился ладно что же он такого говорил дает тоже интересно я кусочек кусочек буквально если получится у нас и заявление лидера господина пашиняна что он не знает вот как вот этот мальчик подавал ему кофе и он влюблен другого мальчика вот эти все заявления они конечно абсолютно серьезно пьют по политическому лицу этого лидера но мне понятно почему он так сделал и сказал потому что он не политик он вообще не политик он дебил политик пашинян здесь должен занимать позицию а не наводить тень на плите вот когда пашинян говорит я не знаю этот милый мальчик у него были красивые глаза и тогда мы начинаем думать про пашиняна понятно Миша по поводу позиции пашинян вообще тут ни при чем по поводу того что политика должно быть одна позиция и так далее и тому подобное это менталитет сегодня пашинян завтра ашотик другой день кагик они сегодня так говорят завтра по другому менталитет тут немного с тобой не согласен ну поправлен не то что закон не согласен но поправлен вот я не знаю вот я не знаю а что же их танками давить говорит пашинян он дает понять что он испытывает симпатию это не позиция позиция должна быть Пойми ты, политик занимает позицию, политик не может блуждать в позиции и пороть хрень. А позиция должна быть такая, это все не страшно, наоборот, нормально, все хорошо. Он должен говорить, он должен говорить, как политик, он должен сказать, я передовой европейский политик, европейские христиане-гомосексуалисты. Кто там собирался устроить парад? Европейские христиане-гомосексуалисты. Наши люди, они соответствуют моим взглядам, я, Пашинян, с ними, я лично приду к ним поддержать и прочее-прочее. У меня вот такое вот мужество, это камин-аут или не камин-аут, не имеет значения. Вообще не ваше дело спрашивать, я долблю себя в дупло или нет, говорит Пашинян. Мое дело такое, я за передовые взгляды, точка. И я приду на этот парад, говорит Пашинян, окей? Вот эта позиция, вторая позиция, другая. Он говорит, я стойкий приверженец консервативных взглядов на семью, я читаю Библию, я христианин вот такой. Я не читаю Библию через занятия. Все, я читаю Библию вот так. Ладно, остановим здесь, чтобы для вас интересно было, чтобы вы прослушали полностью. Я увидел вот этот ролик. Так-то видите, там двухчасовое выступление у этого Оренка. Но наши ребята уже обрезали. Обрезали у нас по пути, поэтому обрезаны. Я увидел уже у нашего брата Олега, Фазиля увидел на канале. Можете дальше скачать к себе. Сделайте. Отправляйте, загружайте. Отлично все. Так вот. Что можно по этому поводу сказать? Ну, положение действительно хреновое. Положение в Армении, демографическое там проблема, катастрофическое, можно сказать. До какой степени, я сейчас даже могу показать. Давайте посмотрим. Например. Вот на примере такой статейки я скажу пару слов по этому поводу. Армения тайно импортирует из Турции мужскую сперму. Прошу прощения, но это литературные слова, так что ничего тут последнего нет. Мужскую сперму для обладотворения своих женщин, оставшиеся из-за отсутствия мужчин бездетными. Такая проблема. Это факт. Они все об этом знают, что действительно там проблема с мужиками. Там немножко, чуть-чуть есть. Они уезжают из страны на заработки. Оставшиеся там такие, как вот этот. Пашиняны остались. Половина из них, которые проводят форумы ЛГБД. Половину из таких мужиков приносят какие-то мальчики в гостинице, кофе в постель утром. Париж опять на романтику потянуло мне. Законодательство Армении не запрещает импорты спермы. Корреспондент визит Армении. Я эту статью, кстати, показывал, прочитал. Но там, тут кое-что изменили. Хочу сказать, что потом наши соседи опять не истерили. На оригинале вместо Турции написано Израиль. А по большому счету, в принципе, разницы-то нет. И, извиняюсь, и эта сперма, и та сперма, еще раз извиняюсь, выливается из обреза. И евреи обрезаны, и турки обрезаны. Ну, вам-то какая разница? Самое главное-то источник, надежный источник обрезанный. Так вот, визит Армении после заявления члена АРФ Дашнаксютун Ацвика Минасяна о том, что в Армению импортируется сперма из Турции, решил прояснить данный вопрос у Нездрава Армении. Итак, отвечая на вопрос о том, импортируется ли страну иностранная сперма из Турции, и еще в каких стран и в каких объемах, начальник управления охраной жизни матери и ребенка Минздрава Армении Корне Сарибикян сообщила, 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 где я остался? Сообщила, что у Министерства в данный момент нет подобной информации, поскольку в этой сфере не действует система госзаказа. Следовательно, являясь медицинской тайной, подобная информация не сообщается Министерству, однако, вот так отмечу, чтобы не потерять, в мелких написано, издалека сижу, однако могу сообщить, что последняя партия спермы была импортирована из Турецкой Республики из-за его доступности и дешевизмы. дешевизмей. Ладно, я... я... я вот так сделаю, вы... в режиме паузы читайте дальше, не хочется. Вот такие девки получаются из... из спермы оттуда. фотографии так и выложили. Ладно. Ладно. Истерика так истерика, что поделаешь, да? Долго тянут резону не буду. Об этих проблемах вы знаете, просто решил записать ролик на эту тему по поводу Доренко о его высказывании, потому что есть одно дело прослушать, и есть другое дело прослушать и слушать какие-то комментарии от разных людей. Вот один из таких разных людей являюсь я, поэтому хотел преподнести эту новость с комментариями. Интересными. и закреплять вот это вступление, эту проблему в Армении. Еще какие-то аргументы привести, например, по поводу импорта спермы и так далее и тому подобное. в конце что хочется сказать по поводу Доренко, по поводу того, что как Пашинян рассказывал о том, как в Париже одно прекрасное парижское утро, к нему в гостиничный номер зашел мальчик, армянин, принес ему кофе в пастель. Вот собрав весь этот рассказ в одну цепочку делается такой вывод, ребята. Вывод такой. Сейчас скажу. Скоро, короче, родится еще один Фидай Раст, Ашотик. Таким образом идет пополнение комплектуется армянская армия живой силой. В этом участвуют все, даже те. мальчик Этот мальчик по последним данным уже беременный. Как я уже говорил, родится еще один Фидорест, Фидорас Ашотик. и всем конечно же интересно как его назовет Пашиня. Какое имя даст своему этому, потому что один Ашотик у него есть уже. Думаю назовет его честь Франции, честь Макрона Эммануэль Джан. Эммануэль Джан. И получится Пашинян Эммануэль Джан Николь Сарказе Углы. Получился. Видите? Без смеха, без шутки. Нормально. Смог. А за вас не отвечаю. За вас не отвечаю. Дай Бог здоровья ножом новому. Через девять месяц, чтобы все обошлось. Дай Бог здоровья и отцу. Один отцу два. яркое будущее желаю Пашиняну, Эммануэль Джану, Николу Сарказе Углы будущему. все, ребята. Всем счастья, здоровья. Даренька, види себя нормальным. За языком следи, ты уже явно ведешь себя так, господин Даренька, Михаил, явно видно, что у тебя в карманах доллары, нефтедоллары из Баку. Именно написано моды Эммануэль, Эммануэль, какие-то другие. Тебя подкупили. Поэтому ты так говоришь. Любой, кто хоть слово про Армению и Армян скажет, которые их не устраивают, они моментально начинают у них в карманах считать бакинских долларов, нефтедоллары. Поэтому так же явно нельзя. И молодец. Хочу похвалить по поводу уже буквально же в следующий день выходишь, выступаешь, хвалишь, что Армяне вы че талантливы, древний великий его народ. Так ну сказал, так сказал, ладно. И там все довольны, и тут все довольны. Все нормально. Все прекрасно. Поэтому всем остальным желаю счастья, здоровья и всем, что всем вот этот. Ладно, давай еще раз. сердечный привет от харутина зим 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 Продолжение следует...